Намаскар. Лекция называется «Мечта о вдохновляющей семье». Я так назвал лекцию, потому что, на мой взгляд, вот это слово «мечта» здесь самое главное. Если не будет мечты, то не будет реализации. Все начинается с мечты. И если мы мечтаем просто о семье, то будет просто семья. Если мы мечтаем именно о вдохновляющей семье, то будет вдохновляющая семья. Давайте увидим, что же такое идеальная форма семейной жизни. Давайте поговорим о том, что такое семья, о взаимоотношениях в семье, о некоторых проблемах в семье, о том, как можно трансформировать невдохновляющую семью во вдохновляющую семью. И о том, что лучше для духовной жизни – путь семейного человека или путь монашества. Это тоже мы обсудим. Что такое семья? Семья – это когда два человека сходятся вместе для того, чтобы плыть в одной лодке к большой цели, к великой цели. Семья – это первый шаг на пути расширения эго. Духовность – это движение от индивидуальности к трансперсональному. Это движение от малого к безграничному. А что такое семья? Это тоже первый шаг к трансперсональному переживанию. Когда ты выходишь за пределы себя, за пределы своего «хочу» и «не хочу», и ты начинаешь жить интересами более широкой группы людей – это первый слом барьеров твоего эго. И когда это происходит, как вот некоторые барышни, они делятся и говорят, ну вот ребёнок рождается и ты вообще забываешь про себя. У тебя нет возможности думать о себе, жалеть себя там, ещё что-то. Ты как солдат всё время, ты там для того, чтобы удовлетворять потребности ребёнка. И они говорят, это такое. Ну некоторые жалуются. То есть те, кто не смог разбить вот этот свой эгоизм внутренний, и у них наоборот кризис, как послеродовый кризис называется, когда я уже не та, я уже… То есть человек не смог преодолеть вот эти свои границы. А те, которые смогли преодолеть свои границы – такое потрясающее время, такое прекрасное время, когда ты вышел за рамки самого себя. И вот это вот, если действительно ты следуешь правильной концепции семьи, то тебе светит трансперсональное счастье. То есть семья – это когда два человека сходятся вместе. Для чего? Для того, чтобы развиваться физически, развиваться психически и развиваться духовно. Содействовать развитию другого человека и получать содействие от другого человека в своём развитии. Семья – это вид сацанги. В семье мы проводим больше всего времени, поэтому нужно очень зрело подойти к созданию семьи. Семья – это разновидность сацанги. Что такое сацанга? Это значит, что сацанга – духовная компания ведёт к освобождению. А сацанга – компания бездуховная, материалистическая, ведёт к ещё большему рабству. Избегать о сацанге и стремиться в сацангу есть особая форма духовной практики. Мне нравится, Амар Хаям сказал, ты лучше голодай, чем что попало есть, ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Вот это очень важная фраза. Духовный искатель вступает в любые взаимоотношения, если эти взаимоотношения помогут его партнёру по взаимоотношениям стать лучше, либо эти взаимоотношения помогут ему самому стать лучше. Если, наоборот, во взаимоотношениях духовный искатель тонет, и он теряет вот этот огонёк, он теряет вот эту мечту, он теряет вдохновение, он становится биологическим, он сходит на уровень физиологии, биологии, социологии, психологии. Но он уходит с уровня вот этого вот духовного озарения, то в данном случае семья будет рассматриваться как некоторое препятствие на духовном пути. И из-за отсутствия правильного понимания, что такое семья, многие духовные традиции рассматривают семью как соблазн или как помеху в духовной жизни. Кто-то это делает напрямую, говорит, что нет, не надо жениться, нужно идти в монахи. Кто-то это делает косвенно, говоря, что монашеская жизнь, она более возвышена, чем семейная жизнь. Если ты говоришь, что монашеская жизнь – это вот, как сказать, звезда первой величины, а семейная жизнь – это, ну, если как бы не получилось, да, селёнок не хватило вот на первый приз, ну, хотя бы тогда бронзовая медаль, ладно, тоже нормально сойдёт. То есть мы фактически косвенно, не напрямую, но мы косвенно признаём, что семья является помехой на духовном пути. И я с этим согласен в случае, если нет правильного понимания, что такое семья. Но я категорически с этим не согласен, если мы говорим о действительно идеальной духовной семейной жизни. Идеальная семья – это большой вопрос, что выше монашеской жизни или семейной жизни. А я на самом деле не вижу никакой разницы, потому что они будут работать по одним и тем же самым принципам – идеальная монашеская жизнь, идеальная семейная жизнь. И в той, и в другой жизни люди будут одинаково счастливы. Просто у людей разные, как сказать, тенденции, что ли, да, разума, разная карма и разное предназначение в этой жизни. Кому-то есть судьба предназначения быть монахом, кому-то предназначение семейным человеком. Но что я хочу здесь сказать? Я здесь хочу сказать, что семья – это большое испытание. Это испытание может отбросить тебя назад в твоей эволюции, запечатать твой духовный прогресс. И если ты прошёл это испытание успешно, она может многократно, она может дать тебе поддержку огромную и многократно ускорить твою эволюцию и прогресс. Улучшить твоё состояние, увеличить твоё счастье и увеличить твою полезность для общества. Так что мы хотим? Мы хотим пройти испытание? Мы хотим достичь идеальных семейных взаимоотношений? Если да, то нам нужно понять, как это сделать. Первое – сама концепция семьи. Называлась раньше, её ввёл эту концепцию Шива, Садашива, первый йог, йоговский мастер. Он призывал своих учеников брать на себя обязанности и жить новой жизни с новым видом ответственности. И семейная жизнь называлась Шайва Виваха. Виваха – значит семья. Жить новой жизни с новым видом ответственности. Шива также позволял людям быть монахами, но в этом случае они должны были отречься от любых последующих взаимоотношений с другим человеком. То есть это монашество называется. Те, кто хотел целиком и полностью посвятить себя работе на благо общества, хотел посвятить себя реализации возвышенной идеи в жизни, возвышенной идеологии, те люди становились монахами, но они должны были дать обещания. Точно так же, чтобы стать семейным человеком, необходимо было дать обещания. И вот это наличие обещания, оно отличает подростка от взрослого человека. Подросток не скован обещаниями, он просто ребёнок, он растёт, ему прощается многое. Но взрослый человек – это тот, кто вступил в отношения и принял на себя ответственность. Вместе с ответственностью приходит зрелость и вместе с ответственностью приходит уважение. Каковы были обещания для семейного человека, каковы они есть сейчас? В нашей системе точно так же сейчас вот, ну, будучи ачарей, я выполняю функции ЗАГСа, да? То есть люди приходят и говорят, да-да, пожени. Я говорю, а ты понимаешь, что такое семья? Семья – это то-то, 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 развод недопустим, тебе нужно быть такие и такие обязательства. Я говорю, да-да, понимаю. И тогда я начинаю петь мантры и я произношу обещания. И молодожёны произносят эти обещания вслед за мной. Три обещания есть – на физическом уровне, на психическом уровне и на духовном уровне. Обещания отличаются. У мужчины одни обещания и, соответственно, у мужчины одни обязанности, и у женщины другое обещание и другие обязанности. А на психическом и духовном уровне обещания одинаковые, потому что в психической сфере и в духовной сфере у нас одинаковые потребности. На физическом уровне обещания такие. Мужчина говорит – перед лицом высшего сознания и моего гуру я клянусь, что беру такую-то, такую-то подробную волю в жёны и беру на себя все обязанности по обеспечению пищей, одеждой, жильём, образованием, медицинским обслуживанием и все остальные потребности её жизни. Женщина говорит – я по доброй воле беру такого-то мужья и обещаю, я беру на себя всю ответственность по его семье. То есть я возлагаю на себя обязанности хранительницы очага. Это не значит, что женщина не имеет права работать там или ещё что-то. Но мужчина, он даёт эти обещания материальную сферу обеспечивать. И женщина, конечно, может ему помогать в этом. То есть и тот может работать, и та может работать и приносить деньги, зарабатывать. Но у мужчин должно быть такое отношение, что даже если женщина не в состоянии обеспечить сама себя и в какой-то более-менее значимый вклад внести в семью, я должен, даже если я один останусь кормилец в семье, я всё равно должен суметь прокормить всю семью. Я не должен ожидать от других членов семьи, что они должны какой-то вносить материальный вклад. Потому что в первую очередь это моя обязанность. Точно так же и женщина. Для неё в первую очередь её обязанность позаботиться о том, чтобы семейный очаг был в порядке. Чтобы в доме царила благоприятная атмосфера. Озаботиться воспитанием детей, озаботиться всеми всё, что есть насущного в доме. На физическом уровне так. И здесь я призываю молодых людей, которые собираются вступить в брак, серьёзно отнестись к вот этим обещаниям и настроиться. То есть я до тех пор, пока я не подготовлю базу свою, то есть я способен прокормить, мужчинам вот особенно, я способен прокормить свою жену и детей. Если я не способен, мне не хватает знаний, мне не хватает умений, мне не хватает навыков, не хватает образования, ещё что-то. Значит мне нужно делать работу. Как однажды мой друг сказал, один мой наставник, он говорит, он по-английски сказал, deserve, do not desire. И мне так впечатлило. То есть заслужи, не желай. Часто бывает, что есть желание, а нет никакого вот, то есть есть амбиция, а нет никакого абсолютно усилия подготовить себя к семейной жизни. Одну барышню знаю, ну вот еду приготовит и ты ешь и думаешь, вообще как я сострадаю мужчине, который возьмёт её жёны. И много раз было сделано замечание, много раз было сделано замечание, но при этом уроки не извлекаются, при этом человек не слушает и она считает, что она всё правильно делает. Причём есть вот такая вот амбиция, я хочу принца, а никакого усилия не производится в том, чтобы подготовить себя минимально, хотя бы даже не чтобы принца, а хотя бы вот просто вот электрика, да. Нет этого усилия, то есть хотя бы минимальные вещи мы должны овладеть. То есть, ну, я говорил тоже много раз, что вот мужская психология какая. Путь к сердцу лежит через желудок. Если ты умеешь готовить, это уже пятьдесят процентов человеческого счастья. Вот это удивительно, это звучит может быть очень как-то от меня вульгарно и пошло, что я вот свожу к такой простоте это всё, но ведь так и есть. Вот возьмите, вот йога-ретрит, например. Йога-ретрит мы вообще не... Ты что, сюда есть приехал? Нет, совсем не для этого. Ты приехал для того, чтобы наслаждаться сатсангой, духовной компанией. Ты приехал для того, чтобы делать хорошую, мощную медитацию. Правильно? Для этого. Ну, бывает так, что вот поставишь на кухню, ответственного по кухне, и человек, ну, не умеет готовить. Ну, были такие случаи пару раз. Так случилось, что человек вызвался, ой, я буду готовить. Ну, ладно, давай, умеешь? Умею. Готовит. И ты понимаешь, что, о, катастрофа! Какие бы высокие там медитации не были, когда плохая еда, все ропщут. И неважно, хорошая там, не хорошая медитация. Еда хорошая, ну, все счастливы, по крайней мере, еда хорошая. То есть, кто достиг святости? Мало людей достигло святости. Поэтому люди очень сильно обращают внимание на вот эти физические потребности. И если ты вот подготовишь, даже элементарно, ну, просто вот научился готовить. Женщина научилась готовить. Ох! Отлично! Когда кто-то готовит, да, хорошо, и угощает, ты ешь, сразу акции растут. То есть, ты понимаешь, ну, молодец! Вот, молодец! Да, то есть, ты проникаешься уважением. Я не знаю, как сейчас смотрят девушки, это, может быть, коробит тех, у кого феминистические такие настроения в уме. Но я это ведь не говорю не для того, чтобы как-то сказать, что женщина, роль её, вот, миссия, единственная жизни в том, чтобы готовить. Но в том числе и в том, чтобы готовить. Я считаю, что и мужчина, и женщина должны готовить уметь. Все должны уметь готовить. Но особенно, то есть, и зарабатывать деньги тоже будет хорошо. Если женщина умеет зарабатывать деньги, да отлично, да прекрасно. Но если она умеет зарабатывать деньги, не умеет готовить, это не очень идеально. Если мужчина умеет готовить, но не умеет зарабатывать деньги, это тоже печально. Но не так ли? Ведь так это, правда же? А если мужчина умеет и стирать, и крестиком вышивать, не проблема, в своё свободное время. Но если при этом он не умеет заработать денег, если он не умеет обеспечить семью и именно по-мужски позаботиться о семье, то он не готов к семейной жизни. К сожалению, хоть ты можешь прямо иконы вышивать крестиком, настолько ты можешь быть умелым. Но если ты не умеешь позаботиться о семье, обеспечить её, ты всё равно не готов к семейной жизни. И женщина тоже. Поэтому поддержка благоприятной атмосферы в семье, чтобы было чисто, чтобы было красиво, чтобы было вкусно, сытно, тепло, уютно, эмоционально комфортно – это работа женщины. Ей нужно тренировать именно себя, то есть осознанно делать усилия в этом направлении. Просто возьми и освой 20 рецептов. Хотя бы вот так. Освой их идеально, чтобы все люди, когда ты их угощаешь, они говорили – вау! Это что? Это кто приготовил? Это разве сложно? Это не сложно. Не надо ожидать принца. Do not desire, deserve, deserve, do not desire. Да, вот это вот важное понимание. И мужчины тоже. Научись зарабатывать деньги. Научись поддерживать свою семью. Научись именно мужские обязанности выполнять. Тогда ты с лёгким сердцем скажешь эти обещания. И члены общества, которые будут свидетельствовать эту свадьбу, они будут аплодировать. Молодец! Так ведь? Правильно? И ещё один момент. Часто люди боятся, что я не смогу, у меня не получится. Когда ты вот о чём ты думаешь, тем ты и становишься. Думай позитивно. У меня получится. Сто процентов получится. И коль скоро я женюсь, Бог благословит меня. Я смогу выполнить свои обязанности. Вот эти клятвы, я рекомендую повторять их каждое утро. То есть, когда мы женились, вот монашеские клятвы, например, я дал свои монашеские клятвы. Я каждое утро просыпаюсь и первое, что я повторяю, что я вспоминаю после пробуждения, это свои обещания. Свои обещания, как садхаки, когда я инициацию получил, я дал какие-то обещания. И когда я стал монахом, я тоже дал обещания. И вот когда вы стали семейными людьми, тоже вспоминайте эти обещания. Вы дали эти обещания перед Богом, перед высшим сознанием и перед своим гуру. Эти обещания очень важные. В них состоит ваша дхарма. Дхарма значит жизненное предназначение, духовный долг. То есть, если ты сидишь, делаешь медитацию, но не заботишься о своей семье, ты не делаешь медитацию, ты не идёшь по духовному пути, потому что свой духовный долг перед своей семьёй ты не выполняешь. Потому что свой духовный долг ты не выполняешь. Вот это осознание очень важное. Духовность – это не какие-то полёты туда, в космос, в астрал. Духовность – это что-то всепоглощающее, обширное. И мыть посуду – это духовность. Зарабатывать деньги для своей семьи – это духовность. Это очень-очень важный элемент духовности. Теперь второй вид обещания, он одинаковый для мужчины и для женщины. Это человек говорит перед лицом высшего сознания и перед лицом своего гуру, «Я клянусь, что беру такое-то или такого-то в жёны, в мужья, и я сделаю всё возможное для его, обещаю сделать всё возможное, всё, что в моих силах для его, для её психического развития». Что такое психическое развитие? Психическое развитие – это развитие интеллекта, развитие эрудиции, культурное развитие, эмоциональное развитие, то есть приобретение контроля над эмоциями, нравственное развитие – это всё входит в психическое развитие. То есть супруги должны постараться обеспечить условия своему мужу, своему жене для его расширения разума, для его роста. А это значит обеспечить условия для образования, обеспечить условия для расширения ума, как, например, путешествия, культурные мероприятия. И очень важно вот здесь этот момент – обеспечить условия для садханы, для духовной практики. Потому что без духовной практики психическое развитие – оно очень поверхностное. Развивается только первые два слоя разума. А третий, четвёртый, пятый слои разума, самые глубинные слои разума не развиваются. А когда есть стагнация, отсутствие прогресса, то душа немедленно откликается неудовлетворённостью на это. Поэтому и мужская обязанность. То есть он должен думать, дорогая. Мало того, что он должен подумать, а что моя жена поела, он ещё должен думать, а что моя жена почитала, что моя жена посмотрела. Сделал ли я всё возможное для того, чтобы она становилась лучше, как личность? Точно так же ей нужно думать. И третье – это я обещаю, что я сделаю всё возможное для его или её духовного роста, духовного развития. В первую очередь это садхана, а потом коллективные мероприятия, коллективная медитация, ретриты и так далее. Это пища для нашей духовности. Пение, мантры, совместные духовные практики. Очень важно, когда в семье два человека медитируют вместе, они всегда будут жить душа в душу. Вы садитесь, медитируете вместе, и создаётся вот санга чадвам, что называется, создаётся коллективный разум. Как вот мы поём же перед коллективной медитацией. Санга чадвам, сангвададанг, сангвоманамсидянатам. Давайте двигаться вместе, давайте петь вместе. Пусть наши умы и мысли движутся в унисон. Давайте объединим наши усилия, объединим наши сердца, наши сердца будут неразделимы. И так по-настоящему давайте делиться сокровищами этой вселенной, чтобы все могли наслаждаться ею. И так, превращаясь в один разум, мы по-настоящему начинаем любить и понимать друг друга, и познаем Всевышнего. То есть цель семейной жизни из двух сделать одно. То есть был муж и жена, стали одно семья. И вот когда люди медитируют вместе, они действительно становятся одно. Я даже вот чувствую, когда я живу с каким-то человеком, например, мы путешествуем вместе с каким-то другом или с каким-то другим учителем медитации. У нас от того, что мы постоянно в одном пространстве, в одной комнате или в разных комнатах, но мы постоянно вместе медитируем, возникает такое глубинное взаимопонимание. То есть ты просто вот знаешь, ну капитально знаешь другого человека. Медитация помогает этому пониманию очень сильно. Когда два человека в разных направлениях движутся. Два разных направления – это разрыв обычно. То есть мы идем на разрыв во взаимоотношениях. То есть если один движется быстро, другой движется медленно, то возможен разрыв. Вот если оба делают усилия развиваться, то они будут вместе. Поэтому один очень мудро будет. Мало того, что ты сам занимаешься духовной практикой, ты всячески содействуешь развитию своего партнера. Вот это просто житейская мудрость. То есть мало того, что это благородное предназначение для твоего служения делать, но и также это житейская мудрость. То есть тебе нужно все усилия делать, потому что ну а как, не интересно даже будет, когда ты вот развился, а второй человек не развился. Поэтому нужно вместе идти, нужно двигать человека. Если человек не хочет, он прям упирается там в духовной сфере. Бывает, даже духовные искатели инициированные, эго упирается таким образом, что не буду, не хочу вот там, я медитирую свои 15 минут и отстань от меня. Да, например. Тогда надо искать другие способы, как содействовать именно вот этому культурному расширению, интеллектуальному расширению для того, чтобы прогресс шел. Если прогресс идет, все равно вы вместе достигаете. И иметь какие-то совместные семейные цели, которых вы вместе реализовываете, вы движетесь вместе в одном направлении. Вот сангачатвам очень важно. Теперь смотрите, семья нужно превратить ее в механизм реализации нашего предназначения как человека. Незрелый подход к семье, он состоит в том, что я несчастлив, я несчастлива. Мне нужен кто-то, кто сделает меня счастливой или счастливым. Да, у меня есть вот такие вот потребности. Эти потребности он будет реализовывать. Это очень непрагматичный подход. Он ждет одно, она ждет еще другое. И каждый хочет для себя. Люди вступают в семью и чувствуют, что он должен, она должна. И даже я слышал вот эти вот... Ну сейчас много на эту тему говорят про семью, в том числе так называемые ведические знания. И вот эти вот списки там обязанностей мужских, списки женских обязанностей. Но люди к ним относятся, ну как бы это в общем хорошо так, позитивно все. Но люди к ним относятся так, что я прочитал, значит, женщина, она читает мужские обязанности, а женские обязанности не читает. То есть, или мужчина, а вот женщина должна... А надо наоборот. То есть надо в первую очередь знать свои обязанности, а ее обязанности, ну она пусть сама знает. Правильно? И соответственно нужно вступить в брак, мне очень вот это вот как бы... Я считаю, что это очень разрушительная теория о двух половинках. Знаете, нет? Сказка такая, когда-то я еще в детстве был, услышал ее, был маленький, в пятом классе где-то так. У нас библиотекарша, она была такая, психолог, и вот она нам рассказала в школе вот эту вот сказку, что изначально были мы одно целое, потом бам, люди раскололись на половинке и были брошены в мир. Вот мы потерялись в мире, и мы вот всю жизнь ищем свою половинку, если мы найдем свою половинку, то будет классно, мы будем счастливы. Вот эта теория очень-очень такая, может и красивая, но она очень деструктивная эта теория. Потому что ты чувствуешь, что я половинка, и мне нужна вторая половинка, чтобы стать целым. А на самом деле, чтобы была хорошая семейная жизнь, это сочетание двух целых, а не двух половинок. И уже на основе своей целостности, на основе своей самодостаточности, мы тогда друг друга дополняем. Конечно, Бог бесконечен и Бог многогранен. И для того, чтобы выразить величие Бога, не то что двух, миллиона, миллиарда, нескольких миллиардов, триллиона людей недостаточно. И каждый человек, он выражает какой-то уникальный, особенный аспект божественности. Поэтому кооперируясь друг с другом, чем больше людей кооперируется друг с другом, тем больше вот эта вот общая божественность проявляется. В семье два человека плюс дети, они кооперируются вместе. И проявляя свои уникальные характеристики, эти люди отражают больше Бога, больше красоты, абсолютной красоты. Но должна быть какая-то базовая самодостаточность. То есть в своём счастье ты не должен зависеть от другого человека. Твоё счастье – это в первую очередь твоя собственная ответственность. Тебе нужно думать, я хочу содействовать счастью другого человека. Это вот очень мне понравилось, тоже в начале самой своей практики я прочитал это, и мне прям так сильно впечатлило, и это мне так истинно показалось. Я прочитал в Чарья Чарья, это книжка такая, о обязанностях духовного искателя, что ему нужно делать. И там было сказано, помните, у вас есть обязанность, на самом деле у вас есть долг перед каждым существом этой вселенной, но помните, что вам никто ничего не должен. Я прочитал, у меня было освобождение. Я вдруг ослал – вау, никто ничего не должен, супер! Это значит, что всё, теперь моё счастье в моих руках, мне никто ничего не должен. Вот как, что я сделаю со своей жизнью, со своим счастьем, то и будет. Но я должен всем. То есть каждый человек, у него есть потребности. И если я смогу эти потребности реализовать, будет хорошо. Это мой долг – служить всем и каждому, каждому существу. Вот это вот отношение в семье, оно ключевое – я буду служить. Теперь давайте поговорим о счастье. Откуда же берётся счастье? Что такое счастье? В животном мире и в мире растений счастье берётся из следования природе. Если вы возьмёте ель или какую-нибудь мороженку и пересадите её в южные широты, куда-нибудь в южную Индию, где никогда не бывает зимы, она не сможет там жить, она будет несчастливой, она умрёт в конце концов. Если вы посадите кактус, вы пересадите его в болотистую почву, которая постоянно залита водой, что будет с кактусом? Кактус гниёт. Если вы посадите водные лилии в песок, они засохнут. То есть реализация природы – это то, что делает животные и растения счастливыми и даёт им процветание. Подобно тому, как у животных и растений есть своя природа, у человека тоже есть своя природа. И какая это природа? Конечно, мы животные тоже, наше тело животное. То есть мясо там, все дела, оно животное, у него там инстинкты животные – есть хочу, спать хочу, секса хочу и так далее. Это всё наша животная природа. Но есть и другая природа, есть человеческая природа, божественная природа. И некоторые люди живут, признавая свою животную природу и игнорируя божественную природу. Но эта божественная природа есть наша настоящая природа. Если ты её игнорируешь, ты становишься несчастливым. Поэтому правильная жизнь – это культивировать свою божественную природу и свою животную природу поддерживать. То есть для своей животной природы нужно обеспечить условия для своего животного счастья. Если ты не выспался – ты несчастлив. Если ты не поел – ты несчастлив. Поэтому физический уровень нужно обеспечить. Но не надо его культивировать. Не надо делать из этого культа. Превращать в свою жизнь всё и вся вокруг вот этой физической природы сосредоточенной. Если ты это сделаешь, то ты оттянешь слишком большое количество энергии, ресурсов, внимания на физическую природу. В божественной природе ничего не достанется. И когда божественная природа останется без внимания, тот, кем ты на самом деле являешься, будет несчастлив. Ты будешь чувствовать неудовлетворённость своей жизнью. Так вот семья – это новый формат. То есть в своей индивидуальной… первый шаг. Первый шаг. В своей индивидуальной жизни тебе нужно научиться быть счастливым. А для этого тебе нужно практиковать духовную садхану. Правильно? Понимаете? Мы об этом уже много до этого говорили. Тебе необходимо работать над расширением своего ума. Тебе необходимо работать над утончением, улучшением своего тела и так далее. Это первый шаг. И самый базовый. Не научившись это сделать, как ты сделаешь более продвинутый шаг? Следующий шаг – это научиться жить в новом формате. В формате семьи. Превратить вот эту семью и отношения в семье в способ реализации твоей божественной природы. Следующий шаг – это новый формат. Я внутри общества целиком, внутри человечества. Научиться реализовывать свою божественную природу в рамках вот этого общества. Какова наша божественная природа? Первый фактор твоей божественности – это вистары называется, расширение. Жить так, чтобы ежедневно становиться лучше, чтобы был прогресс. Людям нравится. Людям нравится. Даже когда на физическом уровне есть прогресс, люди счастливы. О! Сегодня у нас уже вчера была одна комната, но сегодня двухкомнатная квартира. Прогресс! Отлично! Но физический прогресс, он ограничен тем, что в конце концов уже не важно, сколько комнат, все равно удовлетворения нет. Вот. Психический прогресс. Я сегодня знаю больше, чем вчера. Я сегодня более свободен. Нам очень понравилось, когда мы вышли за рамки за свои. То есть мы взялись и начали строить йога-центр. И вот до этого ты чувствуешь себя... Ну есть страх, как я проживу. А когда ты пару домов сам построил, ты думаешь, ну без жилья точно не останусь. То есть у тебя расширение в уме произошло. Ты приобрел знание, и ты чувствуешь, фу, это всё легко. Да? Это удовлетворяет. Есть чувство? Я сдвинулся вперед в интеллектуальной сфере. У меня новые горизонты, новые рубежи преодолели. В духовной сфере. То есть прогресс, постоянный прогресс, постоянный прогресс. И вот эта мантра должна быть ваша. Идея, о которой вы будете думать постоянно. Как мне помочь моему партнеру сдвинуться вперед. Стать лучше, развиться. Вот туда нужно кормить вот этот разум, который жаждет расширения. И свой тоже. Поэтому культура семейная. Что мы делаем в семье? Мы принимаем какие-то вызовы. Мне очень понравилось, одна барышня вышла замуж недавно. И она пишет, говорит, вот мы с мужем решили делать марафон духовных практик. Два человека друг друга поддерживают. То есть они решили делать там каушики, йоговский танец, двадцать одну минуту в день. И они решили месяц подряд делать. И они поддерживают. Один спит, второй его за ногу. Давай, вставай, будем делать. Это шикарно. Это очень здорово. И есть ощущение динамизма в семье, ощущение движения. Второй фактор – это фактор любви. Любовь – это со-настройка двух ритмов. Что значит любовь? Это когда ты душа в душу с другим человеком. То есть на каком-то глубинном уровне вы совпадаете. Такое ощущение, что вы одно целое. От чего это происходит? От того, что ритм твоего ума совпадает с ритмом ума другого человека. Обычные люди. Обычные в смысле те, которые сознательно не занимаются расширением своего разума и прогрессом своим эволюционным. Я надеюсь, вскоре обычными людьми станут все духовные люди. И те, которые не занимаются собой, они будут считаться необычными, странными людьми. Что это они? В чём дело? Почему они так живут? Ну вот, то есть те люди, которые не занимаются, они способны попасть. Бывает так, что ты находишь человека, который действительно как твоя половинка. Но чем это чревато? Это произошло из-за того, что вот сейчас его состояние, обусловленное его кармой сегодняшней, и твоё они совпадают. Совпали. Ваня, я ваша навеки. Вот это вот. А потом проходит какое-то время, и другая карма выходит на поверхность ума. Другие интересы появляются у человека, другие какие-то заботы у этого тоже. И раз, и люди становятся друг другу неинтересны, и они расходятся. Перманентная любовь возникает, когда у тебя есть один камертон, на который этот человек и этот человек друг друга постоянно настраивают. Сами себя постоянно этот камертон настраивают. Что это за камертон? Это камертон высшей реальности. Поэтому, когда пара медитирует вместе, то есть они сидят, медитируют и познают божественное в себе, и начинают замечать божественно друг в друге, это значит, что будет любовь. Вы, может быть, сейчас думаете, что, если, допустим, один человек развивается, другой человек не развивается, то это препятствует любви. С одной стороны, да, но с другой стороны, если посмотреть глубже, то нет. Потому что, если ты медитируешь, и ты смог рассмотреть божественное внутри себя, познать, понять характеристики этого божественного, то ты сможешь увидеть это божественное в другом человеке тоже. От качества нашей медитации зависит наша человечность. Именно видеть внутри человека его божественный потенциал и верить в другого человека. Очень-очень важно верить в другого человека. И вот когда степень духовной зрелости такова, что ты способен увидеть божественный потенциал другого человека, вот тогда любовь не прекращается. То есть обычно на уровне незрелости ты вот видишь, ага, вот он меня сейчас устраивает нормально, а вот не устраивает. Все, расходимся. На степени зрелости ты уже начинаешь видеть божественное в другом человеке и начинаешь верить в человека безграничное. То есть какое бы состояние сейчас не было у него, может быть он сейчас совершенно безобразно себя ведёт, неправильно ведёт и, казалось бы, все остальные скажут, да чего ты с ним возишься. А ты говоришь, нет, а я верю, а я верю в человека и всё. То есть я верю, это же не просто верю вот какая-то вот, знаете, верю там в Деда Мороза, вот верю и всё, и вот хоть кол мне на голове тиши, нет. Эта вера другая, эта вера основывается на интуиции, то есть эта вера основывается именно на прозрении мудрости. Ты веришь в человека, ты видишь опять мечта, понимаете, мечта. Мечта, мечта, вдохновляющая семье, мечта, вдохновляющая мужа. Вот какого мужа ты хочешь, вот такого и видеть или жену. Понятно, что мы не слепцы, то есть мы видим все достоинства и недостатки, правильно? И чем дальше ты медитируешь, тем легче тебе считывать эмоции другого человека. Ты смотришь на человека и весь его вот, всё его ты видишь. То есть что он чувствует, как он встревожен, не встревожен, на нервах он, не на нервах, всё ты это видишь, воспринимаешь. У тебя появляется ясность видения. Но есть ещё и другая вещь. Ты видишь вперёд, насквозь, сквозь. Даже сам человек в себя не верит, но ты в него веришь. Это возникает в результате твоего духовного прозрения. Когда ты прозрел, узрел внутри себя вот эту духовную суть, ты сможешь это сделать также другим. Это очень важная вещь также в отношении с детьми. Как вот наш гуру. Я вам расскажу историю, она немножко выходит из контекста, но не важно. Один мой друг, он монах, он говорит, однажды мой мастер, он позвал меня к себе в комнату. Я, говорит, очень рад был зайти. Учеников много было, и поэтому это было что-то очень-очень особенное, остаться наедине с гуру, хотя бы пять минут. Особое благословение. И это всегда особая, очень романтическая, очень медовая, сладкая атмосфера. И вот гуру позвал его к себе. Он говорит, иди, иди, иди сюда, чуть ближе, подойди. Он взял его руки вот так и положил к себе на стопы. И он сказал, клянись. Дада говорит, у меня сердце вот так вот задрожало, я слушаю. Гуру говорит, клянись. Я обещаю быть идеально строгим в практике шестнадцати пунктов. Помните, я вам курс рассказывал, называется «Приобретение душевной силы». Вот шестнадцать пунктов – это вот этот курс весь. На самом деле, я не видел ещё людей, которые идеально строгие были бы в этом. Потому что, если ты идеально строг, ничего не отделяет тебя от святости. Ты уже святой. Он говорит, я сказал это, а сам думаю, что же я сказал. Я гуру пообещал на его стопах. Я пообещал, что я буду идеально строгим. И говорит, я после этого забыл и вытеснил это в своё бессознательное. Туда глубже, 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 чтобы никогда не найти это обещание. Прошло двадцать лет. Гуру покинул тело своё физическое. Многое чего поменялось, много в жизни поменялось. И вот, говорит, я вспоминаю. У меня возникает этот флешбэк в голове. Я помню всю эту картину. Гуру зовёт меня в комнату, кладёт мои руки на его стопы и просит. Обещай, я буду идеально строгим в практике шестнадцати пунктов. И говорит, я подумал, какую же невыразимо прекрасную жизнь мне дал мой гуру. Из зерна вот этой вот инициации, из зерна духовного посвящения выросло невероятно прекрасное духовное приключение. Сколько всего я получил по милости гуру. И всю мою жизнь гуру мне только давал, 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 давал. И ничего не просил взамен. Единственную вещь, которую он мне попросил, это чтобы я был идеально строгим в практике шестнадцати пунктов. Неужели я не могу одну эту вещь выполнить? И говорит, у меня созрела решимость. Я сделаю это. И говорит, я тогда подумал. Гуру мудрый человек. Он обладает знанием. Некоторые считают, что гуру обладает все знания. Он знает все. Он прекрасно знал, что я не могу выполнить его обещания. Но также он знал, что однажды я смогу. Вот так и в семейной жизни, вообще во всех отношениях. Ты знаешь, что человек не может сейчас. Он не способен. Ограничение его, окову его, его тамос, его лень, его тяжесть вот эта внутренняя, его негатив внутренний, который есть у каждого человека. Он давлеет над ним, не позволяет ему. Вот так вот. Но ты знаешь, ты веришь, что однажды обязательно он сможет. И ты видишь вот то, вот то. Ты смотришь на то. И постоянно ты общаешься с ним вот с тем, обращаясь к тому, взывая к тому, пробуждая то. Это значит, это называется видеть божественность в другом человеке. Это выполнять свои обязанности на духовном уровне. Теперь давайте поговорим об отношениях в семье. Ну, я думаю, разобрались же, да? Так себе отметьте пунктики. Разобрались, что такое семья? Семья – это штука духовная. То есть семья – это не для реализации удовольствий, ну или реализации удовольствий совместно – это маленький процент, это вот крупица из всего океана семейной жизни. Да, семья – это выгодно экономически, то есть вместе мы как мощная сила, да, когда мы ресурсы объединили друг с другом. Семья – это однозначно хороший инструмент для воспитания детей. Опыт и мужа, и опыт жены передаётся ребёнку, и ребёнок становится в два раза лучше, чем жена и муж получает это воспитание. И получает атмосферу, в которой он сможет развить все свои лучшие качества. И поэтому семья – это очень важно для общества, это очень важный общественный институт. Семья даёт возможность поддерживать друг друга, а поэтому быть в состоянии реализовывать свою миссию. Когда я не один, а у меня есть соратник, и мы оба работаем для общего благополучия, для общества. Приносим благо, оставляем какой-то след в этом мире. Великий человек – это не тот, который жила, была и умерла. Великий человек, который пришёл и оставил след. И люди, следуя за тобой, идя по тропинке, которую ты протоптал, они говорят – Питри Пуруши Бьёна Маха. Я приветствую моих предков. Риши Ди Бьёна Маха. Я приветствую мудрецов, которые осветили своим светом, своим самопожертвованием. Они осветили путь моей жизни. Вот так нам нужно прожить. Да, семья – это вот это всё. Но самое главное – семья – это твоя духовность. Это инструмент, это машина для твоего непрерывного расширения и для твоего духовной реализации. Я видел такие семьи, они очень вдохновляют. Один дада – семейный дада. Да, есть у нас два вида учителей медитации, есть семейные, есть монахи. И вот он – семейный. И как-то к нему пришли, и он к старости достиг святости. Святости – значит, он достиг состояния единства с Богом. То есть он утром, вечером погружался в состояние самадхи. Самадхи – значит, когда индивидуальный разум растворяется в космическом сознании, становишься единым с ним. И что впечатлило? Прозвучал стук. Он говорит – поторопитесь на кухню. Моя жена только что упала в самадхи, только что ушла в транс единение с Богом. Выключите газ и удостоверьтесь, что она не сожгёт себе руки. Вот такая семья. Прекрасные дети, прекрасные внуки. И гармония на всех уровнях. Отличный дом, чистота везде, красота. И вот эта вот духовность высшего стандарта – это должно быть нашей мечтой. Мечтой не должно быть, как мы там будем эмоциональные потребности друг другу реализовывать. Иной раз аж это неприятно смотрится. «Ой, вот мы везде вместе», «Ой, мы вот там…» Но вместе-то вы вместе двигаетесь к высшей цели. Зачем вы вместе друг другу? Одна что-то там засопротивлялась духовности. И он тоже чуть вроде более осознанный в этом смысле. Но он тоже… «Ой, ой, ой, мы вместе-вместе…» Куда вы вместе двигаетесь? Вместе катитесь вот туда что ли? Это неправильно. То есть это не та идея. Это не идея эмоционально вместе со щеночком наиграться. А потом смотришь – бац! Через три года развелись вот эти вместе-вместе, которые были. Потому что нету… Из невежества строится. Нужно строить на правильном понимании. Только если человек тхармичен, то есть он реализует своё предназначение, он счастлив и он стабилен. В другом во всём стабильности нет. Только псевдостабильность. Делая компромиссы какие-то, и лишь бы угодить там на эмоциональном уровне – не работает. В конце концов разрушение происходит. Ты можешь выиграть время. Ты можешь не оперировать. То есть появилась какая-то болезнь, появилась проблема, и ты идёшь на компромисс с этой проблемой. Окей? Ты выиграешь время. Но через какое-то время эта проблема тебя съест. И в том числе будут разрушены отношения. Ладно, давайте поговорим про семейные отношения, потом поговорим о том, как заводить семью. Ну давайте поговорим о взаимоотношениях в семье. Сейчас очень много об этом говорят. То есть видимо у людей проблема стоит. То есть в семейной жизни гармонии нет, взаимопонимания нет. Это породило очень много семинаров, тренингов, всякого личностного роста, тренингов семейной жизни. Породило так называемые женские тренинги. Целая просто, я не знаю, грядка выросла этих женских тренингов. Я однажды думаю, ну-ка посмотри, что там за женские тренинги-то. Думаю, может что-то дельное они учат. И такие предписания, мол, а это всё, женственность надо тренировать. Потом, я богиня, я богиня. Я богиня, я рабыня, я стерва, там всякие разные тренинги есть. На этот счёт. Так чему они учат-то эти тренинги? То есть вот если бы эти тренинги учили духовности, они бы работали. Но эти тренинги учат совсем другому. Тренинги о богине. Нужно ощущать себя женщиной. Нужно осознавать свою женственность. Что нужно делать? Нужно болтать с подружечками. Нужно делать подарочки. Нужно принимать волну с лепестками роз. Нужно умасливать себя благовонными маслами. Идея к чему сводится? Что если ты себя ублажишь, ты будешь довольна, и мужу мозг ты не будешь выносить. Муж будет доволен, ты будешь красивая, вся благоухающая, он будет за тобой ухаживать, и он тебе будет снова покупать шубы, носла и так далее. Ну как вы думаете, насколько это всё работает? Это работает до поры до времени. Да, поначалу, пока ты... Если у тебя есть ощущение несчастья, то это как огонь, и ты в этот огонь можешь заливать его маслом или бензином ты можешь тушить этот огонь. Несчастье – это недостаток полноты, недостаток ощущения вот этой бесконечности. Теперь материальное удовольствие, если туда закидывать, то сначала тушится, вроде есть ощущение. Знаете, пойди, поклонись рыбке, не хочу быть столбовою дворянкой, хочу быть владычицей морской. Вот это вот из той области. Совсем сдурела моя бабка, говорит, поклонись рыбке, и осталась бабка у разбитого корыта. Вот это вот... Мы же знаем всю эту сказку с детства. Почему мы не мотаем на ус? Это же то же самое из тренинг стервозности. Как быть стервой? Как можно манипулировать своим мужем? Ну, отношения же строятся на доверии, отношения строятся на честности. Использовать свои женские хитрости, свою магическую силу женскую. Я вот сейчас одену длинную юбку, и у меня появится огромное количество манны, и этой манной я смогу повлиять на своего мужа. И он вдруг мне бросится тут дарить дары, там зарабатывать, станет отличным семьянином. Бросьте вы эту чушь. Это полностью не соответствует действительности, не соответствует реальности. Совсем на другом отношении строится. Отношение на прямо противоположном строится. Давайте разберём вот этот духовный корень благополучия. Анализируя отношения в семьях, я вижу, что причины всегда одни и те же. Люди нарушают яму и нияму, нравственные принципы. Первое – ахимса. Нарушение ахимсы означает, что ты позволяешь себе испытывать враждебность по направлению к твоим партнёрам. Эта враждебность может быть высказанная, может быть не высказанная. Кто-то даже, ну это совсем нужно уже прямо животное, природу свою проявить, а кто-то даже может там физическую силу по отношению к своему партнёру использовать. И причинять вред таким образом. Вот эта вот внутренняя враждебность, которая выражается или не выражается, она очень-очень портит отношения. Поэтому работа над своим принципом ахимса – не причинять вреда другому. И у этого много-много аспектов есть. Но главная эта идея здесь, чтобы никогда-никогда-никогда в жизни не испытывать зла по отношению к другому. К своему мужу, к своей жене. То есть всегда верить в него. Всегда, даже если внешне ты какую-то роль там играешь и брови хмуришь и строишься, но внутри у тебя всегда есть вот эта любовь и благополучие. Ты прощаешь. Да, если человек и по отношению к тебе агрессию проявил, ты всё равно прощаешь. Ты всё равно работаешь над тем, чтобы отпустить и всегда любить. Никогда не позволять себе вот эту агрессию испытывать. Ахимса. Сатья. Сатья означает благожелательная правдивость. Вот здесь нужна правдивость. Отказаться от манипуляций. И иметь идеальную честность, чтобы между нами не стояло никакой лжи. Если оба человека честные, то они оба настроены на божественную. Тоже важный элемент. Когда один врет, всё, это уже начинает уничтожать отношения. А оба врут так это вообще. Оба друг другу не доверяют, оба друг друга не уважают. Врать значит, что не уважать. Ахимса сатья, астея. Астея означает не воровать, да? Не воровать, ну в семье как друг у друга воровать? Это уж совсем такие крайние случаи. Но здесь означает не завидовать, не позволять другому получить своё должное, да? То есть если один человек, вот это его заслуга, это его внимание. Ну пусть он получит за это, как сказать, эта заслуга будет отдана ему. Не всё как бы на себя грести, да, одеяло. Не тянуть одеяло на себя. И тот и другой получают то, что им причитается. Как мой папа говорил, он говорит, зять любит взять, а тесть любит честь. Вот зять приходит и что-нибудь берёт, ему тесть там помогает, да? А тесть любит честь. То есть вот не воруй у тестя честь, зять и дай взять, тестью дай честь и всё будет отлично. Да, то есть мы не тянем одеяло на себя, то есть каждый должен, его потребности должны быть удовлетворены. Ну и астея означает, что жить честной жизнью, если ты зарабатываешь на содержании своей семьи нечестные деньги, то это тоже, эта проблема будет в семье, в конце концов. Это может выразиться в твоих детях особенно. То есть поведение какое-то коррупционное, неправильное, в конце концов, оно может испортить жизнь твоим детям, да? То есть отразиться, карма твоя тяжёлая выразиться, негативно подействует на твоё потомство. Ахим сать, астея, брамачария. Вот здесь вот я уже начал об этом говорить и это вот, наверное, самый-самый важный принцип. Это то, что видеть Бога в своей женщине, видеть Бога в своём мужчине. Не низводить своего мужчину до уровня биологического партнёра. Это не мужик, это не любовник, это не ещё что-то в таком роде, это Бог. И соответственно уважение к нему. Вот часто как? То есть до тех пор, пока люди дружат, у них романтические взаимоотношения. Даже вот в астрологии есть такое понятие, как вот отношения по Венере и отношения по Луне. Луна символизирует твою жену, символизирует мать тоже. А Венера символизирует твою любовницу, она символизирует романтические отношения, конфетно-цветочный период. И бывает так, что вот в гороскопе Венера, она аспектирована благоприятно, а Луна аспектирована неблагоприятно. То есть и вот до тех пор, пока вот эти вот конфетно-цветочный период, то вообще всё идеально. Потом, когда переходят в... отношения переламываются, они переходят вот в эту Луну, то начинаются проблемы. Так вот, и часто бывает так, что когда человек... два человека сблизились, и после того, как они увидели друг друга вблизи, они до какой-то степени теряют уважение друг к другу. То есть они увидели, то есть до этого был образ вот этот Венеры, был образ вот этого... А-а-а, о-о-о, он идеальный, да, вот эта вот любовь. Но когда ты подошёл к друг другу достаточно близко, с близкого расстояния ты все дырочки видишь, все вмятинки, все-все-все родинки, да. И вот с этого близкого расстояния ты делаешь вывод, что он не идеальный. И когда не идеальный, уважение теряется. И это значит, что ты низвёл своего мужа, свою жену до уровня вот этой биологии, до уровня поведения, до уровня физического. Это начало конца отношений. Нужно относиться к своему партнёру как к Богу, бесконечно верить в него и в неё. Я вижу в тебе, повторюсь как в тренингах, да, богиню. Но не богиню такую, знаете, самоублажающую курочку, а богиню я вижу в тебе достойное духовное существо. Я вижу в тебе великого человека, я вижу в тебе героя, я вижу в тебе экстраординарную личность. Вот это вот очень важно. Знаете, да, есть гуру, вот гуру нормальным вещам учат. А есть ещё куры. Куры учат всяким глупостям. Поэтому нужно слушать гуру и не слушать кур. Кур. Кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур. Вот это вот, да. Браматярия апариграха. Вот это вот, многие всеми спотыкаются на этом. Апариграха, значит, аскетизм. Означает довольствоваться минимумом. Мужчина обещает, когда он вступает в брак, что он будет обеспечивать пищей, одеждой, жильём и так далее. И женщина говорит, ну давай, 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 давай. Он говорит, так я ждал уже всё. Она говорит, не-не-не, больше давай. Вот здесь она не права. Потому что нужно обеспечить то, что действительно нужно. Но если желание не контролировать свои и желание направлять вот в эту физическую область, конца и края не будет. И здесь мужчина должен немножко выступать такой структурирующей силой. И он должен говорить, эй, стой, вот это вот не нужно, это лишнее, давай. Хотя многие наоборот святают, что нужно там покупать своим женщинам, всё ублажать их там без конца, вот это вот это. Это если мы имеем дело с материалисткой, и мы выращиваем материалистку. Нет, нужно, понятно, нужно оценить потребности женщины, если она без этого никак прожить не может. Ну, по твоему мнению, ты бы, конечно, мог прожить, да? То есть по твоему мнению, вот минимум потребностей, ну какого у тебя минимума? Да, вообще нет у тебя никакого минимума. Рот закрыл и пошёл, вот твои потребности все. У тебя ни сумки, ничего нет. И ты думаешь, что у неё такой же. Нет, у неё другие. Тебе нужно оценить, что действительно ей нужно для того, чтобы быть счастливой. Но не поощрять эту тенденцию к вот раздуванию и раздуванию материальных потребностей. Одна моя знакомая, она говорит, ой, да-да, я такая материалистка стала. Говорит, раньше помню. Вот у меня был один шампунь, одно мыло. Я такая счастливая была. Я, говорит, занималась вот делами действительно вдохновляющими. А сейчас, говорит, я такая меркантинная, у меня вся ванна заставлена баночками там тем, семь, пятым, десятым. И всё равно я недовольна. Вот это вот нельзя поощрять. То есть необходимо всё время направлять. То есть всё время тратить внимание, тратить энергию, ресурсы на развитие психической и духовной сферы. Если там стагнация будет, на психической и духовной сфере, то есть застой, то в материальной сфере всю жажду человек направит в материальную сферу. Хочу шубку, хочу машину, хочу то, пятое, десятое. Вот так вот, разрастись там. И муж только превращается, что почему ты мне это не покупаешь, почему ты мне то не покупаешь. Он в это превращается. Вот это не надо плачать. Поэтому апориграха, оба человека, оба и муж и жена должны следовать апориграхе. Должны делать сознательное усилие над собой, обходиться минимумом физических потребностей. Направлять оставшуюся энергию, оставшиеся ресурсы именно в психическую и духовную сферу. Вот сейчас это может быть не всем женщинам это приятно слышать, или мужчинам это приятно слышать. Но это факт, это просто практичность жизни. Можете попробовать, если хотите. Попробуйте, попробуйте материализм. Заканчивается всё это одинаково, неудовлетворённостью. Попробуйте духовность, заканчивается это тоже одинаково, это заканчивается счастьем. Вначале трудно, потом больше и больше. Ты свободнее и свободнее себя чувствуешь, лучше себя чувствуешь. И вообще идеально, удовлетворённо, отлично, прекрасно. И каждый день у тебя уже нет потребностей, но жизнь-то тебя всё равно осыпает благами. Это вот как раз, когда ты преодолел свою зависимость от потребностей. И ты уже не конючишь и не плачешь и не жалуешься на жизнь, что она тебе мало даёт. Ты говоришь, о, жизнь, ты так мне много дала. А жизнь в планах ещё вот столько тебе дать. И она продолжает осыпать. Но ты воспринимаешь это не как, что ой, опять мало. А ты воспринимаешь это как дар, ты воспринимаешь это как чудо и радуешься. То есть сто процентов вот этот духовный подход он ведёт к счастью. Поэтому апориграха. Многие пары не выдерживают экзамен на апориграхе. Они считают, что они живут бедно. Зачастую как раз в женской природе срабатывает какой-то вот такой. Она же хранительница очага, ей нужно позаботиться о том, чтобы в семье было достатки всего. И женщина это очень сильно заботит. Но эта забота, если она чрезмерна, она говорит, что ой, ты мало денег зарабатываешь, начинается пилёшка. Но если мужчину пилить, это и есть пилить. То есть перепиливать его позвоночник. Он становится немощным, мужчина, если его пилят. Если не верят в него, а именно пилят. Это очень плохо. Поэтому экзамены на апориграхе нужно сдать. Нужно понять, что главное не это. Некоторые люди, некоторые женщины оценивают мужчину по количеству зарабатываемых денег. Вот он если много зарабатывает, крутой мужчина, достойный меня. Здесь у меня всё время приходит анекдот на ум, что едет президент со своей супругой. И супруга смотрит из окна и встречается взглядами в машине с другим дядькой. Он говорит, а помнишь, ты с ним дружила, когда мы в начальных классах учились? Он говорит, да, помню. Он говорит, представляешь, вот сейчас бы, если бы ты с ним осталась, то сейчас бы ты была женой какого-нибудь там незначительного человека. Он говорит, нет, дорогой, просто у нас был бы другой президент сейчас. Вот это вот истинная правда. Если верить в человека, то он как раз обретает форму согласно твоему видению, твоей мечте, согласно твоей вере. Поэтому экзамен на полиграхе очень важно пройти и сдать. И нужно быть готовым, что жизнь будет подвергать нас испытанию материальной нуждой. Ничего страшного, нормально. Просто в этой материальной нужде, когда ты находишься, это период, это обязательно закончится. То есть это не будет долго. Тем более, если ты позитивный человек без дурных привычек, конечно, это закончится. Сто процентов это закончится. И обязательно ты будешь процветать. Но в этот период ты должен сдать экзамен о полиграхе. То есть ты должен научиться быть счастливым самым-самым минимальным. И в физической сфере, поэтому тебе фактически нужно перестать быть зависимым от физической сферы вообще и получать счастье психическое и эмоциональное в духовных сферах. Шаоча – чистота. В семейных отношениях должна превалировать чистота. О чём будем говорить? Какие книги читать? Что смотреть? Культура чистоты, культура святости, культура вот… Очень высокий стандарт общения и взаимоотношения. Не грязное что-то, не такое вот. Никогда не позволяет себе бранных каких-то слов. Не позволяет себе неуважительного слова по отношению к другому. Всегда на уровне чистоты. Это вот мой такой беленький, пушистый комочек, который нельзя никакой скверной осквернить. Это вот моя божественность. Ни в коем случае я его не загрязню. Да, я ни в какой грязи в семью не занесу. Шаоча, Сантоша. Тоже многие люди не сдают экзамен Сантоши. Из-за того, что не сдают экзамена по реграхе. Сантоша значит удовлетворённость. Тем, что ты получаешь без просьб. Просыпаться и благодарить жизнь за то, что она тебе дала. Вот мой муж. Этот мой муж, он от Бога. Мне Бог его дал. Я так благодарен. Вот моя жена. Мне Бог её дал. Сам Бог пришёл ко мне в форме этой жены. Испытывать ежедневную благодарность. Находить позитивные качества в другом человеке и постоянно благодарить Бога за это. Это называется Сантоша. Тапах. Тапах значит жертвенность. И один парень меня впечатлил тем, что он говорит, у меня подруга, у ней почечная недостаточность. Ну, в общем, возможно, надо будет ей пересадку почек. Он говорит, ты знаешь, Дада, я вот так подумал, что я готов. Он говорит, я готов одну почку ей отдать. И у меня прям сразу акции его выросли, я думаю. Да. Этот человек проявляет зрелость, да, в своём подходе. То есть семья же это что? Это быть готовым расстаться со всем ради другого человека. То есть это высшая ценность. Я готов пожертвовать чем угодно. Ну, понятно, что духовные вещи мы не имеем в виду, но всё вот материальное, всё, что, ну, обычные, да, ценности. Я ради благополучия этой семьи я готов пожертвовать. Я готов на любые жертвы. В этапах. Жертвенность также означает, что семья сама по себе. То есть эти принципы должны практиковаться двумя людьми по отдельности, и они должны семьёй в целом практиковаться. То есть семья по отношению к обществу, она тоже должна выполнять эти принципы яму-ньяму. Ахимса. Семья не должна причинять вреда обществу. Сатья. Семья должна быть правдивой с обществом. Астея. Семья не должна воровать у общества. Брамачарья. Семья должна видеть божественность в обществе. А париграха. Семья должна довольствоваться самыми минимальными потребностями, да, в материальной свете. Шаоча, Сантоша, Тапах. Семья должна уметь жертвовать что-то для общества. Жертвовать чем-то для общества. Для более своей обширной семьи. Свадья означает... Вот это тоже очень важный принцип в семье. Свадья постоянно изучает духовную философию. Что в жизни человеку ещё надо, кроме как правильное направление. Поэтому по отдельности или вместе нужно изучать духовный философ. На это нужно выделять время, на это нужно выделять ресурсы. Читать духовные книги. Посещать семинары. Слушать лекции. Это очень-очень важно. Мне очень радостно, когда люди пишут, говорят, да-да, мы где-то семьёй смотрим вот твои лекции. И очень многое в нашей жизни поменялось. И мне приятно слышать именно, что семьёй люди это делают. Не по отдельности, а вот оба человека они вдвоём берут, слушают и мотают на уст. То есть вы же можете это принимать, можете не принимать. Это ваша собственная рациональность скажет вам, правильнее или нет. Но когда вы слушаете, постоянно ум настраиваете на познание истины, то истина определённо откроется вам. И семья, когда она ведома истинной философией, это счастливая семья. Ишвара пранитхана. Ишвара пранитхана – это значит счастье семьи коренится в духовном счастье. То есть мы нацелены на осознание Бога и поэтому мы счастливы. Теперь я вам рекомендую ещё пересмотрите вот этот курс. Там подробно рассказывается про принципы ямы-ниямы, джамы-ниямы, другое произношение, а так говорится, принципы гармоничного поведения. И снова их осмыслите, осмыслите их в контексте семейных отношений. Это будет очень важно для улучшения семейных отношений. Я верю, что любые семейные отношения можно улучшить при помощи своего собственного личного следования этим принципам. Всегда проблема исходит с двух сторон. Поэтому ты не можешь контролировать другого человека, но ты можешь контролировать себя. Если ты проконтролируешь себя, 50% – проблема уже уйдёт. И под твоим влиянием другой человек тоже изменится. Поэтому это очень и очень мощный такой фактор для обретения семейного счастья. Ой, я же забыл рассказать. То есть я начал говорить про дхарму, про счастье в семейной жизни. Я только один рассказал принцип. Это два принципа. Первый – это принцип расширения, то есть то, что нужно прогрессно достигать. Второй – это принцип любви. Третий – это принцип служения. Вот это вот очень важно, очень важно. Вот семья то же самое, работает по тем же законам, что и человек. Как человек, его идеология жизни, что делает его счастливым? Какая? Помните? «Атма мокшартам жагадхита я ча». То есть освобождение своего духа и служение всему сущему. Так и семья. Семья – это человек. То есть семья – это два человека, которые стали одним человеком. И вот эта семья должна принять духовную идеологию, если она хочет быть счастливой. А духовная идеология – это что? Освобождение духа и служение всему сущему. Так же и общество. Освобождение духа и служение всему сущему. Понимаете, да? Вот эта вот логика и сна. Как семья. Принцип служения очень важен. Если цель семьи просто вот «кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур». Ну на сколько этого хватит, этого «кур-кур-кур». Нет, это просто нету овощей. Пришли, там помиловались с работы. Денег принёс муж. Купили шифонер, хрусталь поставили в шифонер. «К species наплодили. Ну на сколько этого хватит? Ну я не знаю, ну может кому-то и хватает, но когда у тебя, ты достиг определенного уровня развития, ты понимаешь, ну это вообще мелко плавает, что называется, что-то другое нужно. И другое, это вот как раз служение, то есть когда семья нацелена миссией своей жизни, семья объявляет служение обществу. Делать что-то действительно конкретное, действительно значимое для того, чтобы сделать жизнь в этом мире лучше. Меня очень впечатляет и мне нравится вот это благословение, которое наш гуру давал, когда он женил пары. Он говорил так, будьте как Шива и Парвати. Шива и Парвати это вот первая семья на этой планете. И что Шива и Парвати? Шива и Парвати какая их была цель в жизни? Его цель была Вишвам, Тандрикам, Курванту вдохновить всю Вселенную на культ духовного развития. И оба неустанно работали для реализации этой миссии, чтобы научить человечество двигаться от тьмы к свету, от грубости к тонкости. Будьте как Шива и Парвати означает, что на физическом уровне реализуйте свою достойную жизнь. И теперь это немного. Это вот несколько лет усилий и вы уже эту цель выполнили. И остаток своих усилий, остаток своей энергии направлен действительно на то, чтобы приносить благо общества. Вот это вот важно. Служение. И финальная характеристика человеческого счастья, татс-тхити, утверждение высшей реальности, вот харма. И вот семья, если стала инструментом для этих четырех расширения, то есть прогресс на всех уровнях, любовь, совпадение, да? Мы на один и тот же камертон настраиваемся. И поэтому мы друг с другом совпадаем по вибрациям. Мы медитируем вместе. У нас одна и та же волна, мы любим друг друга. Любовь, принцип любви. Дальше, принцип служения. Как семья мы делаем благоприятные вещи для общества. И татс-тхити. Мы, как семья, познали Бога. Мы утвердились в Боге. Теперь, когда мы женимся, когда человек создает семью, что нужно делать? Нужно учесть несколько практичных моментов. Первый момент, нужно желательно жениться на брать в жены женщину, которая разделяет твои убеждения, чтобы не было потом лишних трений. То есть просто на уровне физической симпатии, то, что вот мне нравится она или у меня какое-то влечение к ней есть, это очень потом выйдет боком. То есть нужно присматриваться к женщине, которая следует уже духовной практике, следует духовной диалоге. Либо она открыта для этого. То есть она готова практиковать, готова все это делать. Ну и тогда это гораздо увеличивает шансы на успех в семейной жизни. То есть лучше жениться внутри круга своего. То есть жениться на женщине, которая практикует йогу. И особенно женщинам выходить замуж за мужчину, который практикует йогу. Ну это вот успех определенный. Потому что он, во-первых, без дурных привычек это уже, 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 уже отсекает. То есть если человек у него, даже он сейчас, нет у него дурных привычек, да, так сказать, но у него есть какие-то. Иной раз он употребляет алкоголь и там, что-то такое у него есть. Это может потом развиться в очень пагубную тенденцию. Поэтому лучше находить мужчину, лучше находить мужчину, который 100% гарантированно, что у него эти привычки, они не появятся в будущем. А это нужно находить йога. Вот, находить нужного человека. Если, ну так случилось, что вот действительно случился резонанс, нашелся человек, она не является йогиней, он не является йогом, но тогда нужно стараться, когда, если ты женишься или берешь в мужья, то нужно, чтобы человек как можно скорее принял инициацию, как можно скорее принял посвящение и начал практиковать. И когда он начал практиковать, ты уже видно по нему, куда его тенденция поведет. Или у него материалистическое устройство ума, и вряд ли он продолжит. То есть, может быть, он начал ради тебя практиковать. Сейчас что-то показать. Знаете, все хороходятся, когда вступают в отношения. Они там прям все идеальные. Потом, и все, вылазит как бы натура человека. Так вот, нужно определить эту натуру и понять, совместимы мы по этой натуре или нет. Если человек проявляет искренний интерес к духовной практике, ну, это вот шанс на успех в твоих отношениях. Обговорить на берегу несколько вопросов. Да, то есть, первое, это то, что... Ну, вот вопрос религии. Если человек... Допустим, бывает тоже, я видел успешные пары. Например, два человека из разных традиций сошлись. Но у них есть духовное понимание, и они оба уважают то, чем другой человек занимается. А бывает наоборот. Например, вот человек одной религии и другой. И тот говорит, ой, ты вот это все плохо делаешь, ты там в ад идешь и так далее. Меня прям возмущает. Я думаю, как ты можешь так говорить своему мужу? Что ты вообще себе позволяешь? Что в тебе такого, что ты можешь вот так вот диктовать другому человеку? То есть, если этого уважения нету изначально, нужно договориться, обсудить. И с самого начала согласиться, что нет, мы, если мы уж решили так вот, мы с разных традиций, вот такой революционный у нас союз случается, то мы будем друг друга поддерживать и уважать в этом. Мы не будем там, как сказать, унижать то, что другому ценно. Но лучше, конечно, в одной традиции всегда.